Приведенная прямая линия президентом Российской Федерации показывает, что это очень эффективный способ коммуникации руководителей с населением. И ровно об этом президент сказал во время прямой линии и рекомендовал руководителям высокого уровня использовать такой механизм. Я со своей стороны должен отметить, что каждый вопрос, который поступает президенту, он, конечно же, очень важен прежде всего для президента, ну и, конечно же, важен и для нас, для региона, для руководства региона и органов исполнительной власти, если вопрос поступил и в Чувашской республике. Надо сказать, что подобного рода прямые линии я лично провожу периодически и буквально в ближайшее время у меня запланирована соответствующая прямая линия общения с людьми, которые живут в Чувашской республике и испытывать те или иные проблемы. Кроме этого, президент, конечно же, во время прямой линии показывает, как важно это общение делать содержательным, конкретным и предметным. Ну и, конечно же, находить те или иные решения не просто по ходу общения, но самое главное, переводить их в системную работу для того, чтобы далее эти вопросы либо не возникали, либо решались уже в процедурном порядке. Поэтому, на мой взгляд, пример, который нам, руководителям регионов, подает президент, мы должны очень широко использовать, ну и, конечно же, применять в своей деятельности. Кроме этого, президент дал четко понять, что и социальная политика, а для решения социальных задач развития экономики имеют приоритетное значение. Ну и, конечно же, культура, учет традиций, учет особенностей народов, проживающих на разных территориях, имеет колоссально важное значение для того, чтобы тот или иной регион развивался не просто динамично, а самое главное, сбалансированно, и чтобы общественные взаимоотношения тоже были выстроены гармонично и на основе взаимоуважения и взаимоподдержки. Поэтому, хочу сказать, что мы, конечно же, и дальше будем развивать активно открытое общение посредством всех каналов коммуникации, в том числе и социальных сетей, средств массовой информации, личного приема граждан. И, конечно же, будем оперативно реагировать на любые вопросы, которые волнуют жители. В частности, ровно через социальные сети мной взяты под контроль вопросы водоснабжения, которые обострились буквально в текущее время. Вопрос горящей, пылающей свалки в городе АлатРа. Иные вопросы, которые тревожат жители Чувашской республики. И, конечно же, мы будем либо искать эти решения для того, чтобы реагировать для их нивелирования в оперативном порядке, либо будем принимать решения по устранению их уже в системном порядке, в том числе через изменение нормативных документов Чувашской республики. Продолжение следует...